Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Главный офис Икея в Швеции отказал кировским работникам в их требованиях. В компании отметили, что не могут удовлетворить и дать обещания ни по одной из просьб сотрудников. Ранее отмечу, работники фабрик, расположенных на территории России, обратились к шведскому руководству компании с требованиями выплатить в конце года традиционный бонус в размере около 20 тысяч рублей. Единовременную компенсацию 50 тысяч рублей обеспечить гарантию занятости на ближайший год. В случае увольнения выплатить 7-8 окладов. Ответное письмо было опубликовано в интернете. В нем во всех требованиях работникам отказали. При этом отметили, что обязательство продолжать работу на территории России до появления нового собственника заводов компания будет соблюдать. «Экономика». 23 миллиарда было направлено в муниципалитеты Кировской области. Такова сумма межбюджетных трансфертов за 11 месяцев этого года, рассказали в региональном Минфине. Большая часть суммы – средства областного бюджета. 3 миллиарда 700 миллионов рублей направлено из столицы. Почти половина всей суммы пошла на зарплаты учителям и воспитателям детсадов, работникам сферы дополнительного образования учреждений культуры. На муниципальную дорожную сеть направили почти 4 миллиарда рублей. Также деньги направлялись на ремонты школ, соцвыплаты, приобретение жилья детям-сиротам, переселение из аварийного жилья, бесплатное питание для учеников начальных классов, ППМИ и так далее. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Адекватно оценивать свою работу – это настоящее искусство. В бизнесе тоже. Ценообразование – это не только анализ ваших затрат, чтобы их отбить. Нужны более глубокие расчеты и прогнозы. Брать цифры с потолка – такой подход в бизнесе неприемлем, считает руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук. Формирование цены зависит от многих факторов, но математический расчет обязателен. Все остальное – это просто по интуиции. Если вам повезло и вы считаете, что у вас все хорошо, это замечательно, но это не ваша заслуга. Если хотите развиваться осознанно, то без математических вычислений не обойтись. Что нужно для грамотного ценообразования, расскажем в следующий раз. Понять уже сейчас, не бескуете ли вы перспективами, работая по текущим ценам, можно с «Бухгалтер и я». Подход там индивидуальный, но принципы едины для всех. Четкость, беспристрастность, законность, конфиденциальность. Запись на консультацию по телефону 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Продолжение следует...